Приветствую всех, дорогая церковь. Я хочу рассказать, как Господь явился ко мне и как преобразил мою жизнь. Мне 35 лет, родом я сам родился в Бресте, но долгое время жил в Ивацевичах, в Ивацевичском районе. Закончилась учеба, потом армия, ну и потом с армии пришел, ну и пошла, как так сказать, такая мирская, яркая, как мне казалось на тот момент, беззаботная, веселая жизнь. Вот. Ну это длилось лет, лет 10, наверное. Мне казалось, что все нормально, я на правильном пути, но со временем как-то уперся, можно сказать, лбом в бетонную стену, где дальше идти было уже невозможно. Казалось, вроде бы все есть, и работа нормальная, и зарабатывал неплохо, и связи какие-то были, и дела, не дела. Но в жизни уже просто-напросто какой-то тупик, просто не было ни радости, ни счастья какого-то. Ну реально было такое ощущение, просто вроде бы все есть, но при этом все, ты пустой человек, каменное сердце, ты пустой какой-то, просто несчастный человек. Вот. И познакомившись с братом, познакомился я с ним во Франции, с верующим братом, ну и с этого дня, прям со дня знакомства, моя жизнь, можно сказать, закипела, забурлила совсем другими красками. Господь мою жизнь преобразил, просто очень быстро, очень быстро коснулся Господь, я очень быстро пришел к покаянию, мне, ну я общался, беседовал с братом, и Господь касался меня просто, ну постоянно, я нуждался, я сам созванивался с братом, мы очень часто, очень долго общались, ну это было в Европе, ну работаю я дальнобойщиком, ну и так получилось, что мы вместе, неделю, наверное, вместе, мы с ним, ну на разных машинах ездили друг за другом, и постоянно он мне свидетельствовал, мы ездили по рации, общались. И Господь настолько касался, просто чудеса, прямо с самого первого дня в моей жизни и по сей день не заканчиваются. Хочу вот, допустим, рассказать, ну что сегодня жизнь наладилась, все стало в моей жизни теперь порядок, свет, тепло, ну просто я хочется сказать, что нету никакого хаоса, кажется, что самый счастливый человек. Вот хочу такое маленькое свидетельство рассказать. Буквально недавно на дорогах Европы, это было дело в Бельгии, ехал, работаю на автовозе, машины легковые вожу. И получилось так, что заканчивалось время, а мы работаем по режиму труда и отдыха. То есть нужно все соблюдать, этот график, там за это в Европе очень большие штрафы, начиная от 100 евро и заканчивая 50 тысяч евро. Ну и в общем у меня была очень большая высота по загрузке и очень большая длина. Ну и на тот момент у меня уже были там рабочие моменты, которые не всегда получается избежать. Уже было, наверное, 5 нарушений. И вот эти все нарушения, они фиксируются в тахографе, в котором информация считывается полицейскими, ну можно считать ее в течение 28 дней. Ну и на момент уже 2 недели прошло, вот у меня уже, ну так получилось, обстоятельства так привели, что приходилось допускать нарушения. И меня сводят на дороге Бельгии, полицейские сводят, ну обогнали мою машину, включили мигалки и сводят. Ну я еду, следую за ними, сводят на специально отведенное место для проверки, я заезжаю, а там уже может 5 фур стоит, автобусы какие-то. Ну я думаю, попал конкретно. Ну по-любому за все мои нарушения, ну так как я уже 7 лет работаю в дальнобое, я как бы знаю, там тысячи полторы-две, ну по-любому должны были дать евро штраф мне. Полторы-две тысячи евро штраф, по-любому просто заслужил, ну это заслужено было. В общем стою, попросили там все документы, лицензии, документы на груз, в общем там техпаспорта, дали трубку, я отдыхнул. Ну работа такая, что постоянно недосып, ну может быть глаза были красные, они там засомневались, говорит, может быть употреблял, может я выглядел не совсем бодрый, хорошо, свежо. Я говорю, да нет. Дали в общем трубку, я отдыхнул, трубка показала по нулям, все хорошо. А в документах, в спешке, я вообще, ну не поставил, было у меня 16 документов, и ни в одном я не поставил подписи, не указал ни номер машины, ни номер прицепа, вообще не поставил, ну просто забыл. Держали меня часа полтора, забрали эти документы, ушли в эту полицейскую машину, а там еще стояло машин 15 полицейских, это целый участок. Ну и в общем контролировали полностью все. Я сижу, думаю, ну что делать? Ну еще там ребятам у нас группа есть дальнобойная, отправил в группу фотографию, сфотографировал, что меня словили, попал я в общем. Ну говорят, типа, готовься. Первое, что я делал, просто прям за рулем, как сидел, просто сидя за рулем, доверился. А внутри на сердце такое спокойствия не было, как раньше, полицейскую машину увидел, даже обгоняет, уже там руки, ноги трясутся, зная, что нарушение. А здесь такой мир спокойствия. Я просто за рулем, как сидел, так и помолился. Закрыл глаза, помолился буквально минут пять. Сижу, ожидаю, нету, 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 нету. Там уже в этой группе пишут, ну что, давай рассказывай, сколько штраф там, то, сё. Я сижу, жду, короче. В общем, их нету, они там вышли наперекур, снова потом ушли. Думаю, да сколько можно ждать? Там уже руководство звонит, говорит, что ты стоишь? Ну я объяснил ситуацию. Ну решил еще один раз помолиться. Помолился вкратце, в простоте душевной. Проходит минут десять, вот приходит этот полицейский, отдает мне документы и, в общем, ну показывает, ты свободен, можешь выезжать. Ну я реально вот ожидал штраф, ну не знаю, на душе такое было, на сердце спокойствие. Я просто, ну вообще, не мог в это чудо поверить. Я выехал, доехал до ближ... Я на радостях даже карточку забыл вставить в тахограф. По коробке поехал, смотрю, все светится, моргает. Ну и карточку не вставил этот. До ближайшего паркинга доехал, еду, молюсь, просто сокрушился, склонился на колени, просто рыдал, благодарил Бога, ну за такое чудо. Ну и таких подобных чудес очень много, чуть ли не каждый день случается в Европе, знаете, обстоятельств очень много бывает. Вот сейчас буквально поехал на три недели на работу, ни одних выходных я где-то в машине не находился постоянно. В Бремене Господь благословил, в Бремене дал возможность, были в церкви. У сестры ехал туда, у сестры был в Германии, в гостях, обратно ехал у сестры. Ну просто чудеса каждый день. Вообще жизнь наполнена красками. Хочу поблагодарить Бога за Его участие, за Его любовь, за Его охрану в моей жизни. За все, слава Богу. Дорогая церковь,